Доброе утро! В нашем канале в эти дни идет премьера фильма Александра Архангельского «Жара». Еще раз доброе утро! Вы смотрите программу «Наблюдатель», с вами Алекс Дубас. Вот телефон нашей редакции 780-56-55, код Москвы 495. Адрес электронной почты наблюдатель собака tv-calche.ru. Звоните нам или пишите по электронной почте. Каждое явление в духовной жизни человека имеет свои причины. Зачастую они хранятся глубоко в подсознании. Что происходило в сознании советской интеллигенции в 70-80-х годах XX века? Какими путями они приходили к вере? Об этом мы сегодня и поговорим. У нас в гостях наместник Сресенского мужского монастыря Архимандрит Тихон. Доброе утро! И публицист, телеведущий, мой коллега, писатель Александр Архангельский. Доброе утро! Поближе познакомимся с нашими гостями. Архимандрит Тихон. В миру Георгий Александрович Шевкунов. Ректор Сретенской духовной семинарии. Ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре. Окончил сценарный факультет в ГИКа. В 1982-м стал послушником Псково-Печерского монастыря. В 1991-м пострижен монашество. С июля 1996-го года наместник Сретенского монастыря. С 1997-го года Архимандрит. Академик Раен. Лауреат национальной премии Человек-года за 2008 и 2009 годы. Автор фильма «Гибель империи. Византийский урок», получившего премию Российской киноакадемии «Золотой орел» за 2009 год. Александр Николаевич Архангельский. Литературовед, писатель, литературный критик, телеведущий. Окончил факультет русского языка и литературы МГПИ. Кандидат филологических наук. Член Союза российских писателей. Академик-учредитель и президент Академии русской современной словесности. Член Академии российского телевидения. Финалист премии ТЭФИ 2005 и 2006 в номинации ведущей информационно-аналитической программы. Автора ведущей программы «Тем временем» на телеканале «Культура». К вам, Александр, и первый вопрос. В понедельник в программе «Тема» вы собрали замечательных людей и задали им вопрос. А был ли разворот в 70-х? Они подробно отвечали. А что вы сами думаете по этому поводу? Я все ждал, когда вы выскажетесь. Ну, во-первых, я не имею права высказываться в своей программе. Я должен слушать, работаю ушами. Вот, по-моему, теперь меня позвали, я могу высказать свою точку. Нет, разворот, конечно, был. Он был не таким массовым, как казалось нам, потому что мы были внутри этой самой маленькой группы. А когда ты внутри группы, кажется, что вокруг тебя только это море. И если это не море, это, в общем, ручейки. Но мне кажется, что в истории, а уж в истории духовных исканий, количество вообще не имеет никакого значения. Важно направление какого-то пути и плоды. Последствия того, что, ты сказал, в жизни, прежде всего, людей. Вот я не согласен, когда говорят, что они не принесли плодов, потому что там в 90-е годы все. Ну, переменилось в 90-е годы, пошла другая жизнь. Они-то состоялись. И вот самое-то существенное, что каждый из этих людей, кто начал искать смысл жизни, кто-то нашел его в вере, кто-то не нашел. Но этот сам поиск, этот путь, это был их путь. Они бы не прожили свою собственную жизнь. Огромное количество людей, искавших в это время самих себя, и Бога многие нашедшие, они бы не состоялись, если бы не это развал. Я не знаю, по каким причинам это произошло. Я не получил ответа в своей программе. Я не сводил бы это к политическим основаниям. Ну, да, застой, понятно. А почему, собственно говоря, там, что-то при Хрущеве этого не было. Почему этого не было. А потом, почему это начало стихать в интеллигенции, в двухтысячной. Это никак не объяснишь только внешними причинами. У меня ответ простой. Время пришло. То есть важно не то, что мы делаем, и какие у этого последствия, а важно то, что мы делаем, то, что мы этим занимаемся. Я правильно понимаю? Ну, конечно, можно наделать такого, что потом костей соберешь. Но нет, конечно, путь, это, мне кажется, вещь невероятно важная. Отец Тихонович, что вы думаете по этому поводу? Разворот 70-х. Какое-то переломное время, особенное? Знаете, я не думаю, что это было особенное время. Здесь я согласен с Александром. Я как священник могу только говорить, никак иначе. И тоже размышляя на эту тему, прихожу все больше и больше к выводу, что объяснить это можно только одним. Есть человечество, люди, и есть Бог. Это две объективные реальности. И рано или поздно человек в своей жизни Бога замечает. Я не видел людей, которые его не заметили. Были люди, которые, заметив его, решили отойти в сторону, считают, что это для них будет комфортнее, лучше и прочее. А есть люди, которые, заметив его, увидев его, обратив на него внимание, решились следовать в этом направлении. Исследовать, что это за существо. Вообще, так ли, показалось ли им, или что-то в этом роде. Советская власть, советское время, в какой-то степени выталкивало нас к особым поискам. Это было действительно так. Но для любого думающего человека время, ну, например, наше время, мы были недовольны советской властью по тем или иным причинам, понятно, сейчас молодежь недовольна нынешним временем, тоже по понятным совершенно причинам. И в поисках иного мира, иных смыслов, они так или иначе приходят. Я вот здесь не могу согласиться, что в 90-е годы прекратились искания, в таком масштабе, скажем, да, прекратились искания, скажем, интеллигенции, в этом слое. Я вот этого не замечал. Мне показалось, что 90-е годы были поразительным всплеском прихода людей к вере, в том числе и интеллигенции. Это был действительно огромный поток, колоссальный поток. Ведь вот сейчас мы делаем выставку, особую выставку, итоги 20-летия. И мы сами поражаемся тому, что сделано. За 20 лет, как раз с 91-го года по 2011 год, построено и возрождено 30 тысяч храмов. Мы даже представить себе не можем. 30 тысяч. За сколько времени? За 20 лет. 20 лет. 30 тысяч храмов. Никогда в истории человечества ничего подобного не было. В христианской истории таких масштабов создания не было. Тысячи монастырей, которые заполнены. И это могли сделать... Конечно, сейчас будут говорить, что это какие-то... Я думаю, что найдутся люди, которые скажут, что это какие-то клерикальные вещи и прочее. Но 30 тысяч храмов могли построить только десятки миллионов людей. Иначе это невозможно. Тем не менее, давайте вернемся в недалекое прошлое, потому что и ваша книга... Спасибо вам большое. Очень любопытно. Я ее, кстати говоря, покупал, готовился к программе, зашел в Храм Христа. Да, спаситель, а куда же еще? И в киоске спрашиваю, простите, у вас есть не святые-святые? Продавщица говорит, да, сейчас достану. Она гнулась. И бабушка какая-то рядом. А что это за книга? Я говорю, я не знаю, бабушка. Я вот как раз ее хочу купить, прочесть. Вам ее велели купить? Велели, просто. Я говорю, нет, мне нужно по работе. И тогда она адресовала этот вопрос девушке, которая продает книги. О чем книга? Она говорит, это о хороших людях. О хороших людях из прошлого. То есть, так или иначе, ваши герои, не то чтобы они из прошлого, это, безусловно, наши современники, но это 70-е, это 80-е, это ваши однокашники, ваши учителя. Те же самые, примерно те же самые герои. В фильме «Жара» Александра Архангельского. Кстати, давай, что книжка в списке книжного магазина «Москва» в бестселлерах. Она на третьем, что ли, месте уже держится довольно давно. Потому что это важно не только... Уже, по-моему, на втором. Может, на втором, но она оказалась важной не только для людей церкви, но и людей вокруг. Что, мне кажется, в каком-то смысле не менее, может быть, даже иногда и более важно. Странно ее позиционирует православный бестселлер. Есть в этом какое-то противоречие, но звучит... Для меня важно то, что сказал как раз Александр, что не только в церковной среде оно востребовано, но и среди людей, вот то, о чем мы говорили, ищущих не фанатично, не, так сказать, как-то болезненно, а искренне ищущих. Ну, а какие же смыслы есть вот у этих людей, которые ходят в церкви, которые называют себя верующими, и насколько они вообще адекватны. И вот это очень-очень важно для меня было, узнать, что действительно в светских магазинах эта книга тоже пользуется. Действительно важно. С вашего позволения к нам присоединится еще один собеседник, вы его оба знаете, так что, пожалуйста, принимайте участие в беседе. Это научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии наук Николай Катрилев. Доброе утро, Николай Всеволодович. Здравствуйте, здравствуйте. Где мы вас застали, скажите, пожалуйста? На замечательном острове Иске в Неаполитанском заливе. Красиво. Николай Всеволодович, у нас специальная тема программы, наблюдатель, мы вам звоним. Вы тайно ходили с бабушкой в церковь на причастие. И, в общем-то, будучи еще ребенком. И в этом смысле трудно было ли вам не говорить об этом с одноклассниками? Достаточно трудно. Достаточно трудно. Во-первых, просто-напросто, когда бабушка утром, мы выходили в церковь, она говорила, только смотри по дороге, никому не говори, куда ты идешь. Такой чистенький, аккуратный. И было непонятно, почему не говорить. Это, безусловно, помню. А как это объясняла бабушка? Что? Как это бабушка объясняла, почему нельзя говорить? Никак. Я и говорю, было непонятно, почему этого не надо говорить. Однажды, с другой стороны, у нас в родительском доме ночевал посторонний человек, а было заведено, что перед сном короткая молитва, отче наш. И я, значит, говорю, ну надо, пора, уже все, я засыпаю. Только сегодня не надо. И, естественно, детское упрямство меня поставило на ноги, и я перед иконой зачитал отче наш, и был какой-то конфуз. Я не понимал его смысла. Мне было лет 7, наверное, 6-8 от силы. Так что это было довольно трудно. Потом наступило чисто отроческое время, когда как-то и не об этом разговаривалось со сверстниками, и в каком-то смысле острота детского переживания веры и правильности жизни ушла внутрь, и разговоров в средней школе до конца почти не помню. Класса с 8-го начинается уже просто с возревания, так скажем, интеллектуальное, в котором твердо было для меня понятно, что я человек христианской культуры, но многообразие культуры, которое обсуждалось с друзьями в школе, с первыми старшими, которых я знал, оно еще не включало именно христианство как условия культуры. Все это пришло, может быть, уже в университете, но в университете уже сложились совсем другие отношения. Я знаю, там были православные кружки, которые вы посещали, и, в общем-то, по большому счету, это было опасно, наверное. Вот расскажите, пожалуйста, о том, что там происходило. Это же как раз те самые единомышленники, с которыми можно было поговорить. А тут уже происходил нормальный обмен мнениями, споры, что так, совместное чтение. Я ни в одном кружке регулярных занятий не был. Но знал людей из многих, так скажем, уже не норок, а ниш или даже площадей общества. Нигде, но никогда не участвовал в регулярных семинарах с программой, с докладами, пока вдруг не завелся у меня дома на некоторое время свой собственный такой. Александр? Да, просто Николай Евселыч вел этот семинар, на который ходили в том числе и математики. А математики, как говорит в нашем фильме Николай Евселыч, оказались почему-то удивительно чувствительны к религиозной проблематике. Это вот тоже фантастические вещи. И у нас там постоянно в кадре появляется известный математик Цфасман, который говорит, что он никогда не мог предположить, что из их математической школы, то ли второй, то ли 57-й, я уже забыл, из одного класса, отец Макарий Маркиш, он и целый ряд других математиков. Это к разговору о том, что наука и вера вдруг оказались взаимопроницаемыми. Вот до этого стена, вдруг стена распадается. Николай Евселыч один из тех, кто эту стену пробурил. И он скромничает, он входил в огромное количество связей, и он из тех, кто тихо в стороне, не светясь, делал огромную важнейшую работу в 70-е, 80-е. Мы благодарим Николая Евселыча, хорошего ему отпуска или работы на Истре. Это совместно. Нет, это не Истра. Истки, на Истре холодно. Но вот этот важный момент, когда бабушка говорит себе, пожалуйста, ни с кем это не обсуждай. Это же, наверное, касается и всех нас, вас в частности, отец Тихон, вы пишете об этом как, можно было не говорить об этом со сверстниками. Всё-таки это 80-е годы, в вашем случае. Это был 80-е годы, и хотя это конец 70-х, начало 80-х годов, проблемы могли возникнуть, но уж такой опасности, конечно, не было, чтобы в казематы затащили, пытали и прочее. Нет, такого, конечно, не было. Хотя неприятности появиться могли. Но в основном все этим пренебрегали, никто к этому серьёзно не относился. И даже те, кто из наших друзей, кто попадали в тюрьмы, например, но они попадали за конкретную деятельность. Например, Витя Бурдюк и Николай Блохин, они издавали православные книги. Диак Набарсонов и Хайбуллин, там вот были ещё. Это вот, ну уж, Саша Огородников, это особый человек, который 9 лет просидел в тюрьмах из них. И был выпущен в середине 87-го, когда уже политических... Да, 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 его по одного из последних только выпустили. Поясню зрителям, это один из героев книги «Не святые, святые», собственно, братья Огородникова. И там вот как раз отец их напоминает о том, что это первый человек, политзаключённых, который настоял на том, чтобы ему в камеру приносили Библию. Да, причём как он настаивал? Он полностью отказывался подчиняться тюремным властям. Если ему приказывали встать, он садился. Если ему приказывали идти, он останавливался и так далее. В знак протеста, что ему не разрешают вот эти вот элементарные вещи – Библию и встреча со священником. Естественно, репрессии были незамедлительные, самые жестокие. Треть срока он провёл на голодовках и в карцерах, но своего добился. Были очень смешные истории, на самом деле. Вот эти вот кружки, я тоже в них особенно не участвовал, мы жили как-то своей жизнью, но кружки были, объединялись. Я не буду называть этого диакона, известный тогда диакон, который в 80-м году объявил, что рухнет советская власть. Вот в 80-м, знаете, эскатологические темы, они вообще всегда очень востребованные. И он, который был кумиром очень много молодёжи, вдруг что-то ему в голову пришло, что в 80-м году должна рухнуть советская власть. И ночью собрал своих друзей, это друзья мне рассказывали, как раз и Николай Блохин, и Витебурдюк, и он сказал, ну слушайте, ну как же так рухнет советская власть, а над Кремлём флаг советский. А рухнет советская власть, как он предупреждал, что спустится Матерь Божия прямо на Кремль. И ему поверили, сказали, да, как же это будет, ну вот как будет, не знаю, но придём смотреть. Одна проблема, красный флаг невозможно, надо обязательно повесить над Кремлём триколор, 80-й год. Какие-то женщины знакомые сшили огромный флаг Российской империи, этот дьякон закутался этим флагом, вокруг себя была зима, 80-й, 80-й, олимпийский, да, закутался этим флагом вокруг себя, обернул вокруг себя под пальто, они встали у Боровицких ворот, и идея была такая, как он предупредил, что ровно в 12 спустится Божья Матерь на Кремль, и этим будет покончено с советской властью, и перед этим за 10 минут они решили втроём вбежать в Кремль, добраться где-то там, где-то хотя бы водрузить вот этот вот флаг. Причём люди были не сумасшедшие, нормальные, вполне дееспособные. Они фильм «Победа» насмотрелись. Да, наверное, насмотрелись. И когда они там гуляли поздно ночью, на них уже стали обращать внимание, и тогда вот эти вот двое друзей, Витя Бурдюк и Коля Блохин, сказали, слушайте, а может быть, дать подождём немножко, что-то страшновато. Может, давайте так, сначала Матерь Божья спустится, а потом мы бежим и в плак-плак поставим. Но этот дьякон был категорически против, в конце концов его уговорили. Они прождали и слышат Куранда в ночи, бьют 12. И ничего не происходит. А тогда дьякон говорит, может, ещё минут 5 подождём. Они говорят, ну давайте подождём. Подождали ещё 5 минут, ещё 5 минут, ещё 5 минут, и в конце концов поняли, что вот ничего не совершится. И тогда этот дьякон в отчаянии решил, говорит, ну в конце концов, если уж советская власть не рухнет, то хотя бы давайте флаг водрузим. И ринулся к Боровицким воротам. Еле-еле его удержали. Сейчас этот дьякон жив-здоров, он очень известен. Не отец Андрей Кураев, а отец Андрей Кураев тогда ещё в детский сад ходил. Но во всяком случае, вот, всякого рода вещи были. И очень-очень смешные, и очень-очень трагические, как в случае с Сашей Огородниковым. По поводу грусти и смеха одновременно, есть очень такой милый и пронзительный в то же время момент, процитирую вас, Александр, в фильме, когда девушка говорит о своём действии, православном действии, когда она прибегает домой и говорит, бабушка, я нашла единомышленницу, почему, почему, есть с кем поговорить. Она сказала, слава Богу. Это отдельная тема, дети. Конечно, вы говорите скорее уже о юношах и о взрослых, я не как-то селочи говорил, но была сшена особая, я тоже не религиозной семьи, я скорее был среди тех, кто посмеивался, наверное, и гадости делал этим, или мог сделать гадость этим несчастным, счастливым верующим детям. Но это, конечно, отдельная тема. Дети из глубоко верующих семей в 70-е, это драма. И им в светской школе, где их могли и третировать, им нужно было прятаться, это, конечно, вот они были такими маленькими мучениками. В прямом смысле слова. Я вспоминаю о Псково-Печерском монастыре, когда я был еще послушником, к нам приезжал, это был 84-83-84 год, бабушка привозила мальчика девятилетнего, его звали Женя. Вся семья атеистическая, интеллигентная, московская семья, вполне и вполне советская. Девятилетний мальчик уверовал в Бога. Как это с ним случилось, что произошло? Естественно, его провели у психиатров. Естественно, все, что можно, сделали педагоги для того, чтобы его отрезвить с точки зрения родителей и учителей. Ничего не получилось. Он просил отводить его в храм, молился. Все это было очень и очень серьезно. А летом на каникулах он просил хотя бы, он ездил во все пионерские лагеря, послушные и прочее, но хотя бы на две недели он просил привозить его в Псково-Печерский монастырь, где у него был духовник. Два года он приезжал, а на третий год он не приехал, мы поинтересовались у знакомых, его положили в психиатрическую больницу и там, как в народе говорят, залечили. То есть он стал почти не идееспособным. Настолько у родителей было твердое убеждение, что это надо с корнем вытравить. Ну вот вытравили. Я не знаю, есть ли сейчас в Псково-Печерском монастыре Wi-Fi, есть, кстати? Понятия не имею, думаю, что нет. То есть понятия не имею, но думаю, что категорически нет. У нас есть неплохой способ, с помощью которого можно установить, как сейчас молодежь относится к религии. Это интернет. У нас на связи наш интернет-обозреватель Алексей Черепанов. Алексей, доброе утро. Доброе утро, Алекс. Алексей, что думают пользователи интернета о православии? Ну, подобные исследования делают, конечно, неблагодарные, ведь невозможно сказать, верят пользователи интернета в массе своей или нет. Это дело личное. Тем не менее, можно определить некоторые тенденции. Например, несколько лет назад особо циничные пользователи выявили новую болезнь православия головного мозга. На сайте Лукоморья написано, в редких случаях возможно самоизлечение под влиянием интернетов. Излечение на терминальной стадии невозможно. Объект теряет способность к адекватному восприятию информации. Это, в общем-то, не ново. Наш гость Архимандрит Тихон писал такие слова. Вообще-то в монастырь мы в начале 80-х годов не уходили, а сбегали. Думаю, что нас считали немножко сумасшедшими, а иногда и не немножко. Правда, сейчас, конечно, это гораздо более гипертрофировано. Но существуют обратные ситуации. Еще Достоевский писал, что атеизм – это болезнь. Теперь же многие считают, что она неизлечима. Все это показывает только что уровень нетерпимости. В обществе очень высок. Алекс? Спасибо. Спасибо, Алексей. Ну, видите, появилось абсолютно новое пространство, которого не было в эти годы, которого не было чуть позже. И как сейчас, интересно, живет церковь, в том числе вот с этим новым явлением, новым и для нее, и для мира. Вы знаете, архимандрит Иоанн Кристианкин, когда лет 25 я у него назад спросил, вот каково отношение к кинематографу, к кино, у церкви, он сказал для меня очень важные вещи. Он говорит, кинематограф – это инструмент, это язык, им можно сказать, прославить Бога, а можно сказать, распни, распни. Вот в зависимости от того, как этот инструмент, как этот язык будет использован. То же самое, конечно же, касается интернета. Но интернет – это вообще особый разговор. Это совершенно особый разговор. Это новое пространство, новый мир, который сейчас внедряется в души, в умы людей. Но что касается церкви, то, ну, огромное количество православных сайтов и довольно посещаемых. Вот сайт «Православие.ру» наш, который в Средизском монастыре мы ведем, где-то порядка 40-50 тысяч человек в день. Это, в общем-то, вполне достаточно по всему миру. Есть очень интересные, прекрасные, замечательные сайты. И, естественно, мы пользуемся всеми достижениями науки. Больше того, есть православные, которые работают в этих технологиях. И у нас, особенно в Соединенных Штатах, русские православные люди, которые живут в США, работают в Силиконовой долине. Очень интересно было, когда мы были в Сан-Франциско, и там Пономари, очень солидные такие люди, выходили со свечами, и все. И потом я спрашиваю, кто это такие? Вот это наши эмигранты третьей волны. Третьей, четвертой волны, которые работают в Силиконовой долине. Вполне-вполне успешные ученые, менеджеры и так далее. И там на этих сайтах, я, наверное, говорю сейчас о структуре, видимо, тоже есть раздел православная музыка, православные песнопения, видео. Вот мы сейчас делаем эту выставку, я совершенно поражаюсь, какие потрясающие вещи, наработанные за эти 20 лет. Православная музыка. Сверидов. Гениальные совершенно. Есть у него православные песнопения. Давид Тухманов, тот самый, который по французской стороне и так далее. Замечательное произведение. Для меня это неожиданность, а что? Очень интересно. Очень интересно. Я не могу сейчас точно сказать, это у нас будет, мы это все представим. Армапиарт. Да. С песнопениями. А был недавно, к сожалению, почил гениальный композитор. Его звали архимандрит Матфей Мармель Александрович. Великий. Это великий, великий, потрясающий. И после его хора просто даже как-то... А какие у него произведения, какие у него музыкальные произведения, он абсолютно, кроме церковной среды, практически неизвестен. А в нашей церкви, в сестре, в грузинский патриарх Каталипос Илья II, выдающийся композитор? Выдающийся. А митрополит Иларион? Да. Молодой митрополит, член Священного Синода. Прекрасный композитор, произведения которого исполняются по всему миру сейчас. На самом деле, вот эта церковь, церковная культура, которая практически на такой андеграунд на сегодняшний день, но рано или поздно они, люди, узнают, ну просто мы не торопимся с тем, чтобы за исключением православного бессилера... Отец, вы начнете о выставке, где и когда она проходит? Это реклама, за это не будет ничего, в вашей передаче. Это любопытно действительно... С 4 ноября в Манеже будет выставка, где мы собрали, сами действительно поразившись, удивившись, все, или почти все, конечно, что мы смогли собрать, что сделано за последние 20 лет. Это действительно поразительно, вот мы сами сейчас это делаем, и сами не можем даже поверить, что вот это вот все мы, десятки миллионов православных людей в России, наделали за последние 20 лет. Спасибо. Я неспроста заговорил о музыке, потому что вот что меня удивило, фильм Александра «Архангельского жара» начинается и завершается с не церковной музыки. Это песня «Под небом голубым» есть город золотой, причем... Гребещикова. Как раз не Гребещикова. У нас, конечно, у нас над небом голубым, и мы вчера получили от одного хорошего, чем батюшка, за то, что этой пошлостью снижается уровень духовных исканий. Над небом и под небом. Вот в чем разница. Давайте послушаем. И, собственно, что говорить. Над небом голубым И с город золотой С прозрачными воротами И с яркою стеной Алексей Хвостенко И история этого произведения, этой песни, она по-разному преподносится во всеразличных источниках. Я попросил во всем этом разобраться у нашего колеба, уже знакомого вам, Алексея Черепанова. Алексей, здравствуйте еще раз. Да, Алекс, эта история почти детективная. Она стала эпизодом фильма «Александра Архангельского жара» и уже довольно известна в узких кругах. 22 октября 2003 года на сайте israbart.net разгорелся спор об авторстве песни «Город золотой», которую в фильме «Аса» исполнил Борис Гребенщиков. Пользователи высказывали самые разные версии, от совсем неправдоподобных до вполне реалистичных. Одни считали, что песню написал сам Борис Борисович, другие называли имя Алексея Хвостенко, а третьи полагали, что стихи написал поэт Анри Валахонский на музыку средневекового композитора Франческо де Милана. Израильский исследователь и публицист Зе Эф Гейзель решил все же докопаться до истины. Оказалось, что Гребенщиков не был автором песни, но изменил текст. Он поет «Под небом голубым», а в оригинале «Над небом голубым», ведь в стихах был описан рай. Хвостенко песню тоже не писал, но был ее первым исполнителем, а текст композиции сочинил Анри Валахонский на музыку Франческо де Милана. Однако, когда Гейзель погуглил в интернете, пытаясь отыскать ту самую канцону, именно этой композиции он и не смог найти. Оказалось, что эта музыка встречается всего один раз на пластинке 1972 года «Лютневая музыка», XVI-XVII веков, исполнитель В. Вавилов. Похоже, эта канцона и была фальсификацией, Франческо де Милана ее не писал. Кто же тогда сочинил музыку? После долгих исследований Гейзель предположил, что канцону написал сам исполнитель Владимир Вавилов. Вопрос, почему он выдал ее за средневековое произведение? Интересно было бы узнать на него ответ. Может быть, нам поможет в этом его родственница. У нас есть возможность посмотреть фрагмент интервью с дочерью композитора Владимира Вавилова, Тамарой Вавиловой. У отца возник интерес к «Лютневой музыке», точнее, к самому инструменту «Лютни». Аналогов такого инструмента в России у нас не было, поэтому необходимо было этот инструмент создать. И после этого возникла идея выпустить пластинку. Пластинка, когда вышла, то она получила очень большой резонанс среди музыкантов, да и просто любителей музыки. И некоторые мелодии стали очень-очень популярны. И только после его смерти появляется такой и продолжает проявляться этот интерес к музыке. И возникают, например, у Гребенщикова возникла такая ситуация, когда он воспользовался одним произведением с этой пластинки, которое приписывался композитором Франческо Думилана Концона. Некий Валахунский написал слова, а Хвостенко сложил эту ситуацию. То есть были написаны стихи у Валахунского, Хвостенко соединил ее вот с этой музыкой, с пластинки. И так появилась песня, которую Гребенщиков взял на вооружение и исполнял в своих концертах. На этой же пластинке есть произведения, которые тоже пользовались большой популярностью и большим интересом. Это в частности Ава Мария Качини. Гребенщик. 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 Но это тоже по меньшей мере странно, согласитесь. Народная артистка СССР Архипова исполняет «Авиамария». Почему странно? Но все-таки это советское время, и песня достаточно религиозная. Ну, я уже к этому времени, в отношении к средневековому, возрожденческому, сколько угодно, главное, чтобы сейчас не писали. В этом весь фокус заключался, я бы только уточнил. Очень важно, Гребенщиков никогда не утверждал, что он автор этой песни. В титрах фильма «Асса» нет указания на то, что Гребенщиков, автор, он в этом фоне абсолютно чист. Песня воспринималась как фольклорная. Ее пела в те же годы Камбурова, вообще над твердью голубой. Сама переделала слова. Это фольклор. В 80-е годы, в 80-е эта песня жила она в какой-то театральной постановке. Никто не знал концов. Вот концы этой песни, а по Пау Давы Мария отдельный разговор сыскал, действительно, израильский математик Барт и общественный деятель Зейв Гейзель. Вот он начал копать. Вы знакомы с ним? Нет, я с ним совершенно не знаком. Я читал все, что он, ну, его большую статью, которая действительно фантастическая. Это детективная история. Вот 72-й год. Это наш год, вокруг которого разворачивается вообще действие. Александр, одну секундочку. Я как раз хочу вас познакомить с господином Гейзелем. И он, может быть, сам расскажет эту историю. У нас есть уникальная возможность продолжить это расследование об истории песни «Под небом голубым» и «Авы Мария» у человека, который провел исследование этой музыки. Зейва Гейзеля. Здравствуйте, Зейв. Добрый день. Доброе утро, Израиль. Доброе утро. Мы сегодня путешествуем практически по Средиземному морю. Скажите, пожалуйста, расскажите, и почему вы вообще взялись за это исследование, исследование создания этой песни? Ну, как обычно, это началось более-менее случайно. Дело в том, что я много занимаюсь переводами песен и стихов, в основном песен с русского языка на иврит, и ко мне обратились как к эксперту сравнить несколько переводов. Дело в том, что я фильма «Асту» сегодня не видел, и с песней был знаком совершенно по-другим студенческим каналам задолго до этого. И мне предъявили несколько переводов, и я сказал, что хорошо будет видеть точный оригинал. И тут выяснилось, что даже точный оригинал мне предъявить не могут. То ли под небом, то ли над небом, то ли на твердь. Я сказал, ну хорошо, давайте выясним, кто это написал, и тогда, соответственно, опущусь высока вторую, и найду. Ну так или. Выяснилось, что есть несколько десятков версий, кто написал слова и кто написал музыку. Ну, после этого, честный человек должен был наконец выяснить, это следование заняло приблизительно два с половиной года. И вот, знаете, я более-менее, я считаю, что выяснил довольно подробно по поводу того, кем были написаны слова, кем было написано музыка, в каких обстоятельствах были написаны слова. Публиковал эссе, а потом мне получилось еще некое количество зрителей. Сегодня даже знаю полицию, чтобы источникам. В связи, Зеев, расскажите нам результаты своих исследований в итоге. Результаты исследований такие. Слова. Молкость написана Владимир, с удовольствием в отверстие. Повторите, пожалуйста, у нас помехи со связью, прямой эфир. Халлоу? Вы меня слышите? Еще раз повторите, пожалуйста, результаты своих исследований. Павел Иванович Владимир, написано не позже 68-го года. Слова Андрея Волохонской написаны в декабре 72-го года. Источником слов, то есть источником вдохновения Волохонского была Кейля, в русском переводе Кейл. И, а что касается источником музыки, это я уже потом выставил, то в значительной степени Вавилов использовал некоторый цыганский романс. Он был большим языком русских и цыганских романов. Но это про цыганский роман я уже узнал потом. Что же касается, еще один момент, обстоятельства, при которой были написаны слова, это мастерская Аксель Рода, Давида Аксель Рода, художника Питерского, который получил заказ на изготовление панно для Тавлического сада. И Волохон приходил к нему пивать вот эту вот синий-голубую мальту, с мальту, на которой должно потом изображать небо. Они делали их в подвале. И отсюда в подвале было небо. А у Давида Аксель Родов, во студии, отсюда один собак над небом голубым. Это главные источники, главные результаты расследования. Спасибо. Спасибо большое, Зеев. У нас на связи, не очень хорошей связи, по скайпу был Зеев Гейзель. Спасибо большое. Ну вот такая детективная история развернулась. Можно я коротко суммирую, поскольку на слух, может быть, нелегко было разобрать. Зеев Гейзель установил, что музыка написана композитором Вавиловым по мотивам цыганского романа. Даже я этого не знал, потому что это в его статье еще не было. Это, видимо, новое. Открыто. Но это нормальный фольклорный путь. Слышишь какую-то мелодию, переводишь. Цыганский романс, превращающийся в псевдо-возрожденческую мелодию Франческо Дамилана, который потом слышит Хвостенко и Волохонский. Они создают песню «Над небом голубым». Эта песня начинает жить своей отдельной жизнью. Потом аукается в творчестве Гребенщикова. И это вокруг всего 1972 года. Невероятно. Эту пластинку я очень хорошо помню в детстве. Владимир Федорович Вавилов. Он, в общем, автор самоучителя игры на семиструнной гитаре. И мы все... У нас когда-то, как у людей нашего поколения, всегда были подушечки вот здесь натерты, потому что все должны были... Ну, хотелось не бренчать, а работать с гитарой. Владимир Федорович Вавилов не мог свою музыку выдать на гора. Это музыка религиозного звучания. Несомненно, религиозного звучания. И он ее приписывал автору. Франческо де Милана не писал канцону, легшую в музыкальную основу песни «Над небом голубым». Ну, не писал. Вопрос более интересный, который Зеев Дизель поднял когда-то, который потом был раскопан. А кто же писал «Ава Мария»? Это одна из самых исполняемых версий «Ава Мария». Вот на этой пластинке то, что мы сейчас в исполнении архиповый фрагмент слышали. И Бачель исполняет. Много звезды исполняют. Но ни одного следа исполнения этой музыки... А слов там практически нет. Что меня когда-то, когда я в детстве... Собственно, два слова. Два слова. «Ава Мария» и все. Так не бывает. Это неправильно. Там много каких еще. Но, видимо, автор не знал латыни. Она начинает исполняться... Мы не находим следов до конца 60-х годов ни одного исполнения. А потом она начинает исполняться, исполняться, исполняться. У Вавилова написано неизвестный автор. Там никакого Качини вообще нет. Качини появляется потом. Видимо, музыкальный редактор на других пластинках стали затыкать дыру и написали Качини. Как Качини она исполняется до сегодняшнего дня. Никаких следов этого музыкального произведения у Качини нет. Действительно, композитор выдающийся. Это правда. Это просто замечательный пример того, как в эти советские годы все было нельзя и все было возможно. Если человек был в духовном поиске, а музыка – это такой же духовный поиск, как и любой другой, и он готов был отказаться от своего имени ради своего произведения. Это вообще средневековый путь существования художника. Он отказывался от имени в пользу произведения. И мы до сих пор слушаем Мария, приписывая это Качини. Слышал ли он какой-то, был ли какой-то музыкальный источник у Вавилова, мы этого не знаем. Может быть и был. Но и музыка, ведь же это не по письменным законам. В воздухе носятся мелодии, их улавливает композитор и дает дальше. Но это абсолютно церковный способ творчества. Я от Бориса Борисовича Гребенщикова опять перейду к тому времени, о котором вы снимали ваш фильм, и в частности, о котором ваша книга «Отец Тихон». Это 70-е, 80-е, и я смотрел только первую серию «Жары» пока. Я хочу сказать зрителям, что очень важно, канал «Культура» с задним числом вывешивает потом в интернете, на своем сайте эти серии, тот, кто не мог посмотреть, может посмотреть. А у православной среды просто часто не бывает телевизоров, я надеюсь, что компьютеры-то есть, посмотрите. Я как раз к тому, что только ли православие в вашем фильме присутствует? Нет, нет, у нас... Бурдизм... Уже многие высказывают нам претензии, я их принимаю, но только отчасти. Мы не рассказывали историю церкви. Не было у нас такой задачи. Мы рассказывали, вот есть определенный круг, слой интеллигенции. Начинаются ее духовные поиски. Мы про эти духовные поиски и рассказываем. Кто-то... Причем мы не хотим противостоять театрству, там люди искали ценности. Вот они начинали этот путь. Вот про этот начало, про этот сдвиг мощный идет рассказ. Там были вещи совершенно невероятные. Был общий враг, общее давление. Я знаю, что отец Тихон очень не любит экуменизм. Я партийный экуменизм тоже не люблю. Но был экуменизм жизни. Когда людей сдавливала эпоха, и абсолютная бессмыслица, и внешняя пустота, они плечом... Это был экуменизм плеча, а не экуменизм идеологии. Как в лагерях. Как в лагерях, абсолютно. В лагерях. Мы не могли всего рассказать. Там были замечательные русские националисты, христианские мыслищики, как Леонид Бородин, писатель известный. Он же даже держал голодовку за то, чтобы Алик Гинсбург мог жениться на своей жене Арине. Вот этого не было. Он с украинским националистом сидел в одной камере, и они друг к другу, русские националисты, украинские националисты, расходясь во всем, сходились в главном. Они любили каждое свое отечество, и это любовь их объединяла. Так и в остальном. Мы рассказываем эпизод про то, как старообрядческий священник Евгений Баков гомели. А поскольку некуда было больше пойти, евреев окормлял, в кавычках, торой и календарем, потому что только через него можно было туда это дело передать. В ответ знаменитый историк Михаил Гринберг, который такой убежденный иудей, он направлял к своему знакомому священнику в Люберце креститься всех, кто спрашивал о том, как этот путь пройти. Не ко мне, а вот к нему. Войны не было, потому что было ощущение братского плеча. Мне кажется, это было невероятно важно. А то, что атеист Иренбург продавил открытие в великой выставке икон святого Андрея Рублева, потому что музей-то существовал, учрежденный в 1947-м, а до 1961-го он не мог открыть свои двери. Это продавил атеист Иренбург. Спасибо ему. Фильм-то о Андрея Рублев, Тарковского, это тоже 70-то... Он вышел на экраны, он долго лежал, в 1971-м году, в конце 1971-го года. Конечно, это не про Андрея Рублева, а про художников круга, скорее всего, про самого Андрея Тарковского, про Шемякина и так далее. Но фильм тоже невероятно важный, сыгравший огромную роль в этом. Отец Тихонов, адресую вам тот же вопрос, то есть в годы вашей молодости, духовного восстановления, когда вы определялись, не то чтобы был ли выбор, но наверняка же были ребята, которые говорили, а то почитай эту книгу, Бахагавад Гита, я не знаю, Коран. Да все прошли через это, все это изучили, все на это посмотрели, а потом увидели, увидели живую веру, абсолютно живую веру, и действенную веру. Долго об этом рассказывать, потому что выбор был, конечно, выбор, несомненно, был. Но, вы знаете, я хотел бы вернуться к песням. Как-то несколько лет назад в машине услышал песню, впервые в жизни, хотя эта песня оказалась довольно старой, этот мир придуман не нами. Я был потрясен, просто потрясен. словами, а мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Я говорю, водитель, слушай, кто написал, что это за письмом? Да это Алла Пугачева. Я говорю, слушаем дальше. Дальше там идет, извините за цитацию, один лишь способ есть, нам справиться с судьбой, один лишь только путь в мелькании дней, путь тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней. Христинин писал. Кто это? Что? Водитель не знал, я тоже не знал, потом в интернете обнаружилось поразительный поэт, не член Союза писателей даже, не давали ему вступить в Союз писателей, Николай Дербенев. И вот я по его поэзии попытался для себя выяснить... Леонид Дербенев, нет. Был такой, я слышал, Леонид Дербенев, да. Кто-то, Николай, был другой кто-то из песен. Николай, может быть, не Дербенев, подождите-ка, сейчас я могу, конечно, немножко спутать, похожая фамилия, но кажется, Леонид Дербенев писал для Пугачевой точно. Нет, а вот, как же вот эта вот песня-то, призрач, ну все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держать. Да, 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 вот автор этой песни, вот сейчас прошу прощения, что я немножко волнуюсь, может быть, забыл его имя, так вот, была первая песня, поразительная песня, поразительные слова, но там было вечный покой, сердце вряд ли обрадует, такая для христианина немножко странная, но человек, видно, в исканиях каких-то находился духовных. Дальше его же песня «Все пройдет, и печаль и радость», просто переложенный экклезиаст. А в конце жизни, как я потом выяснил, вот эта вот песня, о которой я вам сейчас только что говорил, и которую я цитировал. Потом я через друзей кемиатографистов, Никита Михалков его хорошо знал, еще кто-то, рассказали, что он действительно, постепенно, ну там, «А нам все равно», «Зайцы» и прочие, вот эти вот все песенки, «Все у Гайдая» он писал, вместе с Зацепиным. Оказалось, что человек действительно, незнакомый мне совершенно человек, шел от ступени к ступени, от вот, так сказать, вечной покоя сердцевряд для обрадования, через экклезиаста, к православию, пришел к глубочайшей, серьезной вере, умирал он тяжело, у него был рак, причащался перед смертью, специально просил, и умер глубоко, глубоко верующим человеком, сейчас вдова его жива. Редактор мне подсказывает в специальное невидимое ухо, о том, что, конечно же, мы говорим сейчас о Леониде Дербеневе. Леониде Дербеневе. И, конечно, удивительно, у нас сегодня складываются программы, такие расследования музыкальные. Это тоже способ, имя уходит, остается творчеством. К нам, к нашему разговору, хочет присоединиться слушатель и зритель. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. У меня отец будет, у меня вопрос будет от Светихану. Скажите, пожалуйста, «А как вас, молодых послушников, принимали те, кто давно уже уверовал? Кто были эти люди, и, может быть, чему-то вас они научили?» Спасибо. Как, чтобы мне понять еще раз вопрос, как принимали те, кто давно уверовал, кто были просто верующие люди с детства, которые были в монастыре? Я, может быть, да, немножечко хороши. Эти же люди, к которым вы пришли в тот же монастырь, в Скопчерске, это фронтовики. Многие фронтовики, отстоявшие в сталинских лагерях фронтовики. То есть видавшие виды, даже... С точки зрения человеческой судьбы. Приходите, вы молодые послушники. С глубоким снисхождением, с любовью, с искренним желанием помочь во всем разобраться, с искренним желанием не ошибиться в жизни. Никто нас не тащил за уши в монастырь. Никто не заставлял, вот вы пришли, и все, сидите наоборот. Да ты вот подожди немножко, не торопись там, продумай все хорошенько. Я вот послушником был 9 лет, так на всякий случай. То есть люди с огромной-огромной заботой и ответственностью к нам относились, за что им огромная-огромная благодарность. А по поводу опытных, мы как раз, когда... Про золотое небо, да? Над небом голубым есть город золотой. Конечно, это Акселерод, рассказывает Зеев Гейзель, о том панно, которое заказали Борису Акселероду в Таврическом саду, и там смальта голубая с золотым. Но есть история про то, как архимандрит Алипий, великий настоятель Псково-Печорского монастыря, такой суровый, веселый, очень сердитый, иногда абсолютно открытый, широкий, легендарная абсолютно фигура. Он принимал всех. Он, может быть, жаловал больше так начинающих русских националистов, но принимал абсолютно всех. К нему приезжал Шемякин, когда его выгнали из Эрмитажа. Он там был практически трудником, послушником, расписывал. И есть фотография практически вот в Шемякину, в Рясе. Не знаю, как в Подряснике, скорее, да. Подряснике. Подряснике, да. Вот. Но он как-то сказал одному художнику, который расписывал голубым купольное небо. Он сказал, дурак. А он вообще-то... Там, где ангелы живут, небо золотое, запомни. Есть еще хорошая история в книге «Не святые святые» в Алипии и Фурцевой. О, лучше, может быть, ее здесь особенно не... Лучше пускай читают, потому что мне сложно будет ее пересказать. Хорошо. Вопрос из интернета. Все-таки прямой эфир, и наши зрители помогают мне беседовать с нашими гостями. Алексей Черепанов на связи. Алексей, доброе утро еще раз. Да, Алекс, у нас есть вопрос от пользователя по имени Михаил. Он пишет, почему священники ездят на дорогих иномарках, покупают дорогие телефоны? Разве не сказано в Писании не привязываться к благам земным? Ну, это не к Александру вопрос, я думаю, да? У меня нет машины. Да, да, вот у меня есть машина, которая, естественно, в монастыре. Дорогая машина, Ауди. Но вот что мне сказать в оправдание? Конечно, можно было ездить на Жигулях. Не надо. Не надо. Но вот у нас хозяйство, которое мы подняли из руин в Рязанской области. Это 250 километров от Москвы. В непогоду зимой и летом, особенно когда мы это хозяйство поднимали, там же у нас и детский дом на 100 человек. Приходилось ездить иногда по 3-4 раза в неделю. 250 километров туда, 250 километров обратно. Пробовали ездить на наших машинах, но было столько проблем, что вот Ауди. Остановились на этой машине. Ну, простите. И телефон есть тоже мобильный. Вы знаете, иногда... Это правильное замечание. На самом деле, это правильное замечание. На самом деле, правильнее было бы, если кто-то вот искушается, если для кого-то это соблазн, правильнее было бы, ну, пережить все эти проблемы, все эти многочисленные поломки среди зимы ночью, ночевки под открытым небом и прочее. Это то, что, собственно говоря, случалось. Я ничего не преувеличиваю. Все прекрасно понимают, что такое наши дороги, что такое отечественный автопром. Но темпы... Это чистое оправдание, к сожалению. Темпы и необходимость, и все. Но это не для роскоши. Но и телефон нужен. Но и издательство, и детский дом. Одно, и другое, и третье. Ну, необходимо, к сожалению. А вы знаете, я считаю, что не совсем верно действительно оправдываться. Опять же, вернусь к вашей книге, которую я с удовольствием прочел. Спасибо вам большое. Там есть история об отце Рафаиле и его Мерседесе. И она очень жизненная, очень человеческая. И мне кажется, вот в ней все объяснено. Да, иногда у человека бывает страсть. Бывает страсть. Да, бывает и то, и другое. Апостол Павел говорил, что если брата моего соблазняет, то, что я там пью вино, то не буду этого делать вовек. И это правильно. Это правильный потеп. Вот то, что мы делаем, это на самом деле неправильно. По большому счету, это, конечно, неправильно. По большому счету, неправильно. К сожалению, настолько интересная беседа, и хочется ее продолжать и продолжать, но просто не хватает времени. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Наш выбор не года и не века, он зависит только от нас. На этом программа «Наблюдатель» подходит к концу. У нас в гостях были наместники Сресенского мужского монастыря, Архимандрит Тихон. Спасибо вам большое. И публицист, телеведущий, писатель Александр Архангельский. Я, Алекс Дубас, прощаюсь с вами. Хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова